Я бы хотел, чтобы вы сказали слова, мягкие, настоящие, человеческие, о том, что же это было за женщина. Не парадно и паркетно, а житейски, бытово, это основные требования от режиссера Игоря Ушакова к атмосфере документального фильма о нашей легендарной землячке Татьяне Ивановне Кожевниковой. Мама Таня, так по-доброму говорят они и те, кому посчастливилось знать ее лично. Ее дом стал родным для сотен людей изо всех уголков России. В доме мамы Тани гостили, переживали бытовые неурядицы, просто жили поэты, актеры, художники. К сожалению, Татьяна Кожевникова ушла из жизни 5 октября 2022 года. Многие, я просто знаю лично этих людей, которые просто осиротели, потому что этот человек был ближе, чем самые близкие родственники. Татьяна Ивановна, мать восьмерых детей, пятеро из которых приемные. Член жюри детской поющей республики Грушинского фестиваля. Один из основателей и на протяжении многих лет руководитель клуба самодеятельной песни «Диалог». В 80-е годы 90-е в городе вдруг возникает клуб самодеятельной песни. Откуда ни возьмись, то есть вот прямо на пустом месте появляются поющие люди. И появляется несколько ансамблей таких известных уже, не просто в городе, а в России, например, «Бауна-33». И вот все это Татьяна Ивановна. Но главное, она родной и понимающий человек для многих деятелей искусства. Актеров, поэтов, известных и неизвестных музыкантов. Кстати, идею создания документального фильма высказали сами жители Димитровграда. Кино по воспоминаниям родных и близких людей. Памятник жизни и творческой деятельности Татьяны Кожевниковой. «В городе Димитровград взял такой удивительный человек, память о котором, скажем так, что называется, хранится в наших сердцах. И мы очень хотим, сказали мне люди из города Димитровграда, мы хотим, чтобы у нас было кино». Чтобы мир помнил, чтобы выказать почтение, уважение. Чтобы память осталась не только на фотографиях и в сердцах знающих маму Таню людей, снимается этот кинопортрет. Она объединила вокруг себя талантливых авторов и исполнителей бардовской песни. Была членом жюри различных конкурсов и фестивалей. Она подбуждала, а затем подпитывала творческую энергию в окружающих. Через искусство же, творчество, память о ней навсегда сохранится в сердцах жителей Ульяновской области и не только. История человека, изменившего к лучшему судьбы многих людей. «Какая-то огромная батарейка в ней была, которая ее заставляла двигать, сворачивать, шагать, доказывать, уверять, менять и приходить к каким-то удивительным решениям. Я попробую разобраться и понять, потому что мне предстоит большое количество интервью с людьми, которые ее помнят и любят».